поехали по базе может быть что найдем поехали ты так мне прям говоришь поехали по базе много обещающие вздрогнул у меня сюда внутри вздрогнула не бойся давай симальчик с нами будешь на я с королем ну давай проедемся чуть-чуть по базе у нас тут интересно вот в склад комплектующих у нас он оси лежат весны полуприцепы рессоры лежат для пала протчитана манипуляторы лежат для полу прицепов сутью манипуляторы для машин с манипулят на машин с манипуляторами и манипуляторы вот у нас убирает у нас навалило сегодня наверно сантиметров 20 ну со вчерашнего дня все хорошо так навалило это наверное плохо и тут же все же ставят почки же у нас уже на деревьях почки а тут снегом все заморозило я думаю ничего ничего не успеет ну что мы тут с тобой что-то интересное нашли нет не садрил такой оранжевый мы снимали о короче смотри эти большие то забрали который бочки помнишь 45 так сразу после того ролика мы сделали ролик сразу приехали покупатели 10 штук купили сразу вот стоит чудо техник next может посмотрим как там саморез ты еще не разочаровался в них в чем саморезах в next хороших саморезов и вот можно прицеп цистерна посланет мы это снимали снимали же мы это так стоят как бы как будто так же как в прошлый раз ну я не знаю ты думаешь да снимали точно вакуумки вот вакуумки сейчас никого не увижу уже снимали вот по джеррика снять у механика мы его тоже кстати снимали помнишь а он ругался говорил ну как же отсюда что вы делаете увижу ска не приехали к нам до сильные тягачи за полу прицепа смотри какие колыбаки суши посмотрим ушли с нашли пока стоят и сейчас наверное на мойку будет загонять потому что спеем что-нибудь показать вам как как-то колька то меня уговорила проехать по базе по базе про женская женская интуиция всегда говорю женская интуиция интуиция женской интуиции надо доверять у мужиков развит здравый смысл поэтому парой получается наверно очень интересные скамейки обрати внимание не четырехосные полноприводные над доскатной резине машинки то уникальные на самом деле видишь да да полноприводные у нас скоро будет интересная машина я надеюсь клиенты и дождется вот это скания 8 на 4 с манипулятором у нас будет бортовик а это седельный тягач получается 8 на 8 причем обрати внимание как кабина высокая и большая то есть причем смотри это тягач это балластный тягач то есть лишь у него спереди фаркоп то есть это сделано для того чтобы машины могли получается ну-ка я сейчас если не ошибусь по моему вообще парой цепляться одна за другую и работать в паре по моему да то есть смотри у этой у этой машины фаркоп и спереди и сзади причем фаркоп фаркоп это очень дорогой фаркоп против рокингер у него несколько степеней свободы то есть он получается поворачивается и таким образом и вот в этой плоскости и спереди такой же стоит то есть такие машины они используются для транспортировки или где-то для перемещения очень больших грузов ну понятно что это как сказать нестандартная ситуация это вот именно эксклюзивная такая комплектация вот значит я вспомнил это не мой заказ это заказ коллеги на эту машину вот здесь сверху будет устанавливаться специальная надстройка и он будет использоваться именно как балластный тягач то есть настройка из ну из себя будет представлять кузов вот который будет цепляться ну за седло седло будет оставаться на месте при этом сверху будет располагаться кузов и в этот кузов будут укладываться бетонные блоки для того чтобы нагрузить машину то есть она не полуприцеп будет таскать она будет именно таскать прицеп тяжеловоз то есть и вот эти фаркопы передние и задние не нужны для того чтобы этот прицеп перемещать где-то на площадке вот да ребята на мойку загоняет из интересного смотри в 8 то здесь стоит очевидно 8 цилиндровый v-образный двигатель сейчас попробуем посмотреть если отсюда будет видно не посмотрим но сейчас может быть мужики на мойку за за это заедут да но стоит здесь восьмерка очевидно да и обрати внимание как здесь расположены баки то есть тут получается ситуация такая что топливные баки расположили сзади то есть вот два бака ну сколько тут наверно два бака по 500 литров то где-то на 1000 литров здесь вот это потому что это не топливный бак это выхлоп выхлоп то есть это как раз выхлопная система куда впрыскивается мочевина а с той стороны у нас пусто по-моему давай посмотрим да здесь у нас пусто тут теоретически сюда что-то тоже могли установить вот обрати внимание какие здесь какое тут все мощное вот причем обратив внимание здесь стоит радиатор вот к нему идут трубки то есть это скорее всего радиатор значит это радиатор получается раздаточной коробки да мужики напишите то есть неужели это радиатор охлаждения масла в раздатке то есть вот две трубы они выходят из раздатки идут вот к этому радиатору то есть хотя и не значит тут конечно как-то спорное решение он уже там весь в грязи а там 100 обычный вот я не знаю снизу будет видно покажи то есть 100 а 100 и вообще как у обычного радиатора очень такие тоненькие вот и тогда вопрос все таки возникает это масляный радиатор и радиатор или в раздатке используются системы какая-то 100 сольным охлаждением своя вопрос подписчикам ну и находится здесь все как-то в зоне риска то есть куда-то бы его наверх принесли что ли забьется очень быстро грязью здесь а к б и меня чего понравилось из интересного смотри какой тут стабилизатор вообще поперечной устойчивости я по-моему даже на самосвалах такой нет то есть вот это вот штуковина это стабилизатор поперечной устойчивости вот диаметр у нее мне кажется у самосвалов даже у 26 тонных самосвалов меньше размеры ну и все-таки болезнь всех европейских машин которые изначально были предназначены под двускатную резину то есть когда мы одеваем односкат то есть весь барабан снаружи получается то есть вот он его видно барабана вот эти вот зубчики это для считывания сигнала abs вот то есть все это получается снаружи как бы все таки это наверное не очень хорошо вот да пойдем пойдем кабину посмотрим то есть одну машину мужики загнали на мойку 2 свободно ухты интерес смотри сделали специальную ручку да то есть из-за того что машина высокая очень то есть до той тянутся не очень вот да вот здесь сюда сделали еще одну ручку правда железную и до полезу и тут все шикарное просто скани я встаю в полный рост причем до два спальных места обалденно все коробка здесь ну я не знаю единственно здесь робот или гидротрансформатор а наверное мы с тобой потом выйдем на кпп посмотрим мы сможем определить вот ну или давай спросим у наших подписчиков понятно то есть вот переключение коробкой переключение передач либо робот либо автомат вот либо гидротрансформатор отсюда происходит куча всяких блокировок отсюда видно вообще чего только здесь не блокируется в этой машине и межосевые межколесные все блокировки вот все таки чувствуется да вот это вот шик какой-то дороговизна качество приятно к сожалению к сожалению как далеко мы как как далеко мы отстали к сожалению вот система доступа машине водителя как он называется не помню ключ айди или как то есть смысл какой у водителя у каждого водителя свой ключик он приложил когда сел машину и все то есть все все параметры машины считываются и перед передаются на как бы с компьютер оператору то есть и комп и и оператор может отследить и дилер может отследить который продал эту машину где эта машина ходит географически какие у нее параметры какой у нее расход топлива то есть в данный момент то есть насколько эффективно водитель как бы но пользуется приемами там проезда накатом и так далее то есть насколько экономично работает двигатель мы там куча много-много всяких параметров которые как бы отслеживаются по этой системе очень дорогая машина судя по всему да ну такой автомобиль в 8 это в 8 это v-образный двигатель давай посмотрим нет она запечатана зип какой-то очевидно большое спальное место здесь широкое вот смотри 800 миллиметров наверно то есть тут холодильник да как обычно холодильник надо вот он вот он холодильник судя по всему или нет здесь холодильника слушай непонятно к давай ящику берем наверх нет наверно это все таки нет это просто по просто пластиковый здесь нет это не холодильник это радиатор судя по всему видишь куда-то нет ни на радиатор он то давай по подписчикам кстати вопрос зададим но это защита чего-то температурного чё-то ржешь давай давай бюстгальтер все-то какой-то странный корсет какие-то те мысли оль нет сзади он затягивается да 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 все все да вопрос подписчикам что это такое ну на холодильнике сэкономили но машина все равно шикарная это кабель и соединения с полуприцепом то есть электрика и воздух до электрика и воздух а также поднимай это коврик до коврик вот он лишь и можно убрать его все классно взял свои резиновые коврики везде чувствуешь да приятно до поднимают мелочь какая-то как все как все классно сделал скане все-таки заслуживают как бы звание одного из лучших автомобилей фильтр элемента скорее всего или башмаки противоподкатные ну это лишь ключи доступ фары аварийку можно включить сюда по всему ну и закрыть открыть красота ветер на улице давай пойдем похоже все таки здесь гидротрансформатор стоит то есть достаточно большой такой вот как бы такой элемент своеобразного где как бы обычно находится сцепление мне кажется он такого увеличенного размера наверное гидротрансформатор ну я думаю кто знает такие машины они нас поправят напишут и про цену скажут да я думаю что ну вот давай я сейчас предположу такая машина наверное стоит миллионов наверное но около 15 и судя по индексу скорее всего здесь 620 лошадиных сил вот еще что интересно давай вот море я в принципе сказал да то есть тут есть пневмо выводы видишь и электрика то есть для того чтобы цеплять прицеп то есть еще раз говорю то есть за этот фар копцы цепляется прицеп это наш строгий механик он ходит все время это отойдите от машины для не ездит мимо нас и это отойдите от машин то есть цепляется прицеп цепляется тормоза электрика и машина может транспортировать я жалею об одном почему у нас такую технику не делают шикардос просто до чувствуешь такой локомотив это просто локомотив то просто тягач только не на рельсах а на дороге красота вот агрегат до дома охрене или команду а 12 я 15 сказал сними меня для заставки вот так вот и наискосок подписывайтесь на канал урал спецтран ставьте лайки пишите комментарии отвечайте на наши вопросы до новых встреч